Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понимаете, у каждого человека есть свой мир, в котором он живет. И вот так получилось, что ваши родители живут в своем мире, немножечко, знаете, оторванным от реальности. И в этой ситуации вам нужно просто-напросто включать безразличие. Ведь безразличие это единственное, что вы можете сделать. Вам также можно понять, что причины такого поведения у ваших родителей потому, что у них очень сильная тревожность. У них очень сильная тревожность, они очень сильно боятся будущего, боятся остаться одни и боятся своей нереализованности. И боятся, что их жизнь закончилась. Если вы вот эти моменты постараетесь принять, если вы это для себя постараетесь уяснить, то есть, по сути дела, примите, что ваши родители ведут себя просто как, знаете, дети, у которых забрали любимую игручку, то вы, значит, перестанете воспринимать их серьезно и постараетесь просто-напросто чем-то их отвлечь. Можно перенаправить их энергию на что-то другое. Например, на какое-нибудь хобби, например, на какое-нибудь увлечение. Можно просто не обращать внимание на то, что они вам говорят. Но тот факт, что они боятся и они действуют из своих интересов, совершенно очевиден. И вам нужно понять, что по-своему они вас любят. Вам нужно понять, что они, вероятнее всего, действительно верят в то, что помогает вам. Вероятнее всего, они действительно верят в то, что стараются для вас. Вероятнее всего, они просто-напросто исходя из своих ценностей, исходя из своих взглядов, наивно считают и, на мой взгляд, чересчур наивно считают, что то, как они поступают, является единственной верой в этой ситуации. И я поэтому рекомендую вам включать безразличие. Вероятнее, что они хотят, что они говорят, понимая при этом, что они хотят, как лучше, но... Проблема заключается в том, что каждый, вот это вот, как лучше, каждый как лучше, понимает по-своему. Исходя из своих представлений о том, что является хорошо, а что является плохо. От родителей никуда вам не дерзко, они все равно, они были и они будут вашими родителями. Чувство вины они внушают вам потому, что так им выгодно. Чувство вины родители внушают вам для того, чтобы манипулировать вами. Ну, опять же, это правило. Чувство страха они внушают вам потому, что... Хотят, чтобы вы усомнились в том, что вы делаете, чтобы вы сделали шаг назад, и тем самым они оказались бы правы. Ведут себя не так, потому что у них, по сути, ничего другого нет. Ну, представляете, люди жили, вот, очень большое количество времени, жили, 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 привычную моделью поведения. Действительно, жили только без детей своих. С первого, это понятно, что дети уже сами живут, как они хотят, а родители, в общем-то, и не нужны особо. А поменять свою направленность поведения, они, естественно, не могут. И из-за этого возникает такая вот ситуация. По сути, эти люди достойны жалости. И, по сути, все это они делают, это от безысходности. Поэтому и принять это нужно, как давность. Непонятно, правда, откуда у них телефоны ваших одногруппников, непонятно откуда адрес, например, родителей вашего мужчины, откуда они его узнали, как они его получили, и зачем вы им это все давали, или зачем вы это все даете, но, тем не менее, тем не менее, контакты свои родители сдавать не стоит. А в своей личной жизни рассуждать, я в сути, позже не надо. Все, что вы можете в этой ситуации сделать, это спокойно, спокойно, без обострения, установить личные границы, личные границы между вами и личные границы между ними. И свою сестру, так же, своей сестре, точнее, так же дать прослушать вот это вот мое видео, мой аудио ответ, который поможет ей лучше понять ситуацию. Вы поймите, что родители просто не знают, как им жить. Они боятся, и они именно потому, что боятся, проецируют свой страх на вас. Но, вообще-то, они ведут себя довольно эгоистично, и вопрос у меня влияет, что это такие люди. Вот такие люди, бывают такие люди, их не исправят. Прислушиваться к ним не стоит, потому что, по сути, это бессильные люди. Они ничего не могут, у них ничего не получилось. А надежда и иллюзии, которые у них есть, они будут разрушаться сами собой постепенно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. И перед тем, когда хочется, хочу вам сказать, что если у вас есть неуверенность в себе какая-то, то с ней можно поработать отдельно. Потому что внушить человеку страх или внушить человеку чувство вины можно только в том случае, если он все-таки в себе не уверен. И вот если вы в себе не уверены, то с тем, в чем вы в себе не уверены, можно будет поработать и, повысив вашу уверенность, снизить негативное влияние ваших родителей на вас. На этом еще раз все. Всего вам доброго и удачи! И удачи!